ПЕСНЯ 29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк», расположенном в закрытом городе Челябин-40, ныне Озерск, в емкости для радиоактивных отходов произошел взрыв. Название этого города в советское время употреблялось только в секретной переписке, поэтому катастрофа получила название Кыштымский, по ближайшему к озерску города Кыштыма, который в то время был обозначен на картах. В числе прочих в результате аварии пострадали несколько крупных татарских деревень Муслюмо, Татарская Короболка и Усть-Багаря. На близлежащую территорию 23 тысячи квадратных километров было выброшено 20 миллионов кюри атомных отходов. Смертоносное облако поразило 270 тысяч человек, охватив Челябинскую, Тюменскую и Свердловскую области. Расположенная всего в 30-40 километрах от маяка деревня Татарская Короболка, первая оказалась на пути смертоносного радиоактивного облака. Люди, раньше других, увидевшие над Уралом атомное зарево, мгновенно ослепли. По свидетельствам очевидцев, у тех, кто на момент взрыва работал на колхозных полях, открылось кровотечение из носа и ушей. От мощного взрыва школьники, собиравшие картофель, падали без сознания на землю. Так как и сам город, и завод были засекречены, людей о последствиях взрыва не предупредили. Тогда народ понятия не имел о том, что такое радиация. Лучевую болезнь узнали только спустя 30 лет, во время перестройки, после Чернобыльской аварии. По каким-то причинам жители Татарской Короболки, а также Муслюмова и Усть-Багаряка не эвакуировали. Хотя одновременно с этим из зоны заражения были вывезены 12 тысяч жителей других близлежащих населенных пунктов. Почему это до сих пор остается загадкой? Есть мнение, что на людях решили ставить эксперимент, как поведет себя организм в условиях радиации. Только спустя два года Челябинский областной исполком признал факт заражения этой местности. Было принято решение об эвакуации Короболки и Усть-Багаряка. Были составлены соответствующие документы, ушедшие в Москву. Но то ли чья-то злая воля, то ли глупость снова не позволили эвакуировать людей. При этом два документа в деревень там уже не было. Получалось, что и жителей отсутствуют, а значит нет и проблемы. Вот только люди как жили там, так и продолжали жить. Если, конечно, можно использовать слово «жизнь», говоря о радиоактивной зоне. Деревня охраняла вооруженные милиции, сельчан не подпускали ни к реке, ни в лес, ни в поле. Странные люди в маскалатах постоянно проводили инспекции, закапывали колодцы. Тогда же сгорело здание школы сельсовета, в результате чего все документы бесследно исчезли. Касаемо радиоактивного загрязнения никогда нельзя употреблять слово «заражение», потому что радиоактивные источники нас не заражают, они загрязняют окружающую среду, поверхность, на которую попадают. Они загрязняют наш организм, но ни в коем случае не заражают. Заразить нас могут вирусы, бактерии, сосед подачи, в конце концов. Но ни в коем случае не источники ионизирующего излучения. За два года численность населения татарской корабулки сократилась с 3-4 тысяч до 500 человек. Болезни, смерть, мутации стали их постоянными спутниками. Так вспоминают те страшные дни жители села. Мне было 9 лет, и мы учились в школе. Однажды нас собрали и сказали, что мы будем убирать урожай. Нам показалось странным, что вместо того, чтобы собирать урожай, нас заставляли его закапывать, а вокруг стояли милиционеры. Они сторожили нас, чтобы никто не убежал. В нашем классе большинство учеников потом умерло от рака, а те, что остались, очень больны. Женщины страдают бесплодием. 29 сентября 1957 года мы, учащиеся Коробольской средней школы, убирали корнеплоды на полях колхоза имени Жданова. Около 16 часов все услышали грохот откуда-то с запада и почувствовали порыв ветра. Под вечер на поле опустился странный туман. Мы, конечно, ничего не подозревали и продолжали работать. Работа продолжалась и в последующие дни. Через несколько дней нас почему-то заставили уничтожать невывезенные еще к тому времени корнеплоды. К зиме у меня начались страшные головные боли. Помню, как я катался в изнеможении по полу, как обручем стягивало виски, было кровотечение из носа, я практически потерял зрение. По данным ученых, масштабы хронического облучения населения в районе аварии превышают Хиросимы и Нагасаки. Только за последние 50 лет маяк выбросил в атмосферу около 150 миллионов кири атомных отходов, что в насильно 150 Чернобыля. Химкабинат заразил не только татарскую краболку, но и 267 тысяч квадратных километров земель в округе, поразив лучевую болезнь 437 тысяч человек. Это все официальные данные. Татары, согласно документам, переселились в эту местность еще в 1553-1556 годах с берегов Волги и Камы, чтобы избежать насильственного крещения. Есть также свидетельство, что первые юрты на месте современных сел проезжавшие торговцы описывали даже чуть раньше, в 1547-550 годах. Принято считать, что с этого же времени в поселении существует мечеть. В 30-х годах 20-го века органами НКВД все местные имамы были арестованы и увезены в неизвестном направлении. Минореты снесены, библиотека уничтожена, а здание Дома Аллаха в разные годы использовалось под различные нужды. И вот спустя четверть века новое бедствие, только на этот раз техногенное. Конечно, сейчас жизнь в краболке более или менее налаживается. В 1990 году прихожане на свои средства восстановили мечеть. И с этого времени там проводятся намазы. В 2009 году был воздвинут новый минорет, видимый за несколько километров. Но до сих пор в близлежащих прудах рыбаки вылавливают рыбы без глаз и плавников. В селе есть 400 человек, почти треть инвалиды. Кто физически, кто умственно. В социальном плане тоже не все гладко. Местные власти не хотят признавать, что частые болезни в деревне вызваны аварией на маяке. И тогда людям придется давать статус жертв и ликвидаторов ядерной аварии и выплачивать компенсации. А на это, видимо, в бюджете не предусмотрено средств. Вообще особого желания говорить о случившейся в 1957 году катастрофе у власть имущих сегодня нет. На этом все. Смотрите канал Алифт ТВ. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои замечания в комментариях и познавайте мир вместе с нами. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok